Молитвы с нашей Киевской Архипископией Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Мир вам и вам Левко Иван Левко пишет «Благословенный вечер» Моей жене сегодня понравилось Сейчас я сейчас прочитаю, а то у меня оно быстро исчезло как-то Как вы сели Пели псалмы, да, получается, на еврейском мотив вчера Слава Богу, Аллилуйя, Аллилуйя Да, я благоставляю всех вас, дорогие друзья, братья и сестры Возлюбленные во Христе Всех друзей Церковной Реформации приветствую Во имя Господне, Аллилуйя Сейчас я трансляцию делаю на моем канале Ютуба Но также вновь пробую вот так вот параллельно вести и на Фейсбуке На своей основной странице Фейсбук Приветствую, кто сейчас подключился Владимир, написано, если подключился Еще кто-то на Фейсбуке сейчас смотрит Слава Богу, двое пока только человек на Фейсбуке написано Да, подключайтесь, друзья Не забудьте рекомендовать вашим друзьям Пауль Ларсон, слава Богу, приветствую Кто подключается, приветствую всех Во имя Господне, во имя Иисуса Христа Благословен Господь Бог наш Царь всей вселенной Благословен Спаситель наш Искупитель рода человеческого Иисус Христос, Спаситель наш И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа, братья и сестры Ибо нет другого имени под небом Данного нам людям Которым надлежало бы нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Богу Благословляю всех вас, возлюбленные Андрей присоединился, да Семеновичев, да Слава Богу Приветствую всех, кто подключается сейчас Приветствую верующих разных конфессий, динаминаций Сегодня вечер Да, завершился день субботний Завершился шаббат Поэтому, ну, попрощались с шаббатом Спасибо Господь И дай нам к следующей субботе подготовиться Вот, и настроиться Боже, спасибо Тебе за этот день покоя День, когда мы вспоминаем и наш выход из рабства День, когда мы вспоминаем Твое сотворение Вообще, что Ты творец всего мироздания И провозглашаем это перед всеми Благословен Ты, Господь Благодарим Тебя, Господь, за такое благословенное завершение Этого субботнего дня И за этот вечер наступивший Уже начало нового дня Воскресного дня Первого дня творения Господь, воспоминания того дня Когда Дух Твой витал над бездною Когда Ты творил Начал сотворять Наш мир Мироздание Спасибо Тебе, Господь За все Благодарю Тебя, Боже Всемогущий Аллилуйя Аллилуйя Аминь Братья, сестры И завтра утром у нас здесь в Киеве Служение Да, привет всем с Киева С нашей Киевской архипископии Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Приветствую всех Братьев, сестер Сейчас переключусь Да, есть трансляция Слава Богу Не зависает А то, значит, к сожалению Пробовал, а зависала Теперь вроде как нет Написан А, Наталья написала На Ютубе Будьте благостовенны Пусть Отец Небесный Наполняет Ваши уста Своим словом Аминь Аллилуйя Слава Богу Это самое сладкое Пожелание Самое сладостное Когда Его Слово Оно в сердце и в устах Спасибо Тебе, Господь Аллилуйя Да, сегодня Также вечером Совершим Хлебопреломление Причастие Я приготовил Здесь вот Бокал С виноградным соком Если нет у Вас сока То Я часто делаю Просто даже воды наливаю Наливаю воды И хлеба беру Вот И Не качество хлеба И не качество там Вот Сока, да Является Определяющим Для причастия Для Евхаристии Для хлебопреломления Самое главное Это наше рассуждение О теле и крови Спасителя нашего Это наше размышление О теле и крови О жертве Голговской О том, что мы спасены Кровью Иисуса Христа Духовно возрождены Свыше Что Вот это Богопознание Богопознание Через кровь Спасителя Иисуса Христа Для всех И вся Для всех народов Для всех Жителей Как говорится Поднебесной Слава Богу Пусть Господь Бог Благословит Сегодня всех вас Возлюбленные Братья и сестры Во имя Иисуса Спасибо тебе Господь Спасибо тебе Господь Спасибо тебе за все Благодарю тебя Боже Всемогущий Аллилуйя Аминь Аминь Доброго вечера Яна пишет Хочу спросить Что значит Реформаторская Православная Церковь Я немного Не понимаю Если честно Идем путем Реформации Есть Много Разных Ветвей В христианстве И вот Православие Тоже Довольно Такое Многоветвистое Тоже Есть Старого Обряда Такие Древние Православные Мы их называем Еще Есть Нового Обряда Традиционные Или ново Православные Такие церкви Вот Наша церковь Реформаторская Идем путем Реформации Есть Такое Определение Слова Реформация Это Не выдумывание Чего-то нового Реформация Это возвращение К хорошо забытому Старому Возвращение К основанию К фундаменту Реформация То есть Из двух слов Реформация То есть Восстановление Возрождение Покаяние Исправление Работа над ошибками Восстановление То есть Можно по-русски так сказать Православная церковь Восстановление Возрождение Покаяние Исправление Воскресение Вот это все Можно Как раз Вот именно Слово Реформация Чтобы Ну это Не русское слово Но Что было понятно Русскоязычному читателю Слушателю Наверное Требуется такое разъяснение Хотя Слово Реформаторская Реформация Часто используется В литературе И словесно Но Честно говоря В устах Людей Не верующих То это Звучит Больше как Новшество А вот как раз Вот кстати Яна и пишет Об этом Кстати да Введены Новшества А поклонение Иконам Вы приветствуете Новшества Дело в том Что Реформация Это не новшество Это основание Это возвращение К истокам К первоистокам Вот обычно В светской литературе С экранов телевизоров Допустим Выступление политиков Значит И светских людей Обычно В таком В таком значении Слова Реформация И реформаторская Используется К сожалению Но это неправильно Потому что неправильное Назначение слова Само слово Реформация Оно означает Не новшество Оно означает Именно как раз Восстановление Возвращение Реформация Я повторяю Есть деформация Деградация Допустим Очень часто То что называется Новшеством Новизной Является Деформация Деградация Церкви А реформация Это возвращение Хорошо забытому Старому К основанию Именно к основанию Нашей веры Реформация Поэтому Введены Новшества Ну Скажу Может быть Для кого-то Это выглядит И новшеством Может быть Со стороны Порой Может это и кажется Новшеством Но на самом деле Это не новое А это хорошо Забытое Старое Вот так вот Вот По поводу Поклонения Иконам Нет конечно Поклонение иконам Почитание икон Является Идолопоклонством Вот Это Новшество Которое Введено Было В церковь Будем так говорить Которое Является Элементом Деформации Деградации Церкви А реформация Это освобождение Как раз От этого Всего Наносного Вот И у нас В церкви Есть изображение И вот сзади меня Вы видите Тоже изображение Определенно Да Я взял Здесь Прикрепил Такую хоруб Вот И у меня Здесь Пожалуйста Есть Панагия Епископский Медальон Крест Тоже Иконы Пожалуйста На мне Вот Но Я Являюсь Категорическим Противником Всякого Почитания Образов Почитания Икон Как именно Ереси Вот И В православии Вселенском Православии Такое Такое Восстановление Начал Патриарх Кирилл Лукарис Еще В конце 16 Начало 17 Столетия Да Он Будем так Говорить Как раз Родоначальник Пионер Православного Такого Реформаторского Именно Реформаторского Движения Патриарх Кирилл Лукарис Вот И В нашем Катехизисе В общем-то И В тезисах Реформаторской Православной Церкви И прочее Там часто Цитируется Я часто Люблю цитируть Патриарха Кирилла Вот Как раз Именно Как основоположника Реформаторского Движения Православного Здравствуйте Артем Пишет Да Вы прям Как православный Протестант Кстати Да И можно и так Назвать Потому что Тоже Являюсь Православным Протестантом Да Так что Да Слава Богу Протестуем Помаленьку Да Здесь На Фейсбуке Тоже идет Трансляция Параллельная Но я на Фейсбуке Не могу часто Проверять Потому что У меня здесь Вот Один монитор Маленький И как бы Я не могу Переключать Постоянно Все Вот На Ютубе Кто Сейчас на Фейсбуке Подключается Можете Прямо сейчас Смело Переходить На Ютуб Набирайте Там Архиепископ Сергей Журавлев И попадаете На мой канал Включайтесь Смотрите Даже если Вы там Не зарегистрированы На Ютубе Можете смотреть Пожалуйста Просто Если вы Без регистрации То Ютубный То Вы не сможете Оставить Комментарии Или вопросы К сожалению Но в принципе Зарегистрироваться Буквально Пару минут Поэтому Не поленитесь Зарегистрируйтесь Вот Не забудьте Подписаться На мой канал Лайкать Не стесняйтесь Как говорится И рекомендовать Вашим друзьям Не стесняйтесь Это очень важно В деле Реформации Так Добрый вечер Оксана пишет Благословений Вам Божьих Спасибо Что открываете Глаза На религию Да Спасибо Огромная Сестра Действительно Вот именно Задача Реформации Как раз Именно Выделить Главное Основное От Второстепенного И Третьостепенного Вот И Религия Это религия По сути Это то Что Губит Христианство Отец Александр Мень Один из Первопроходцев Такого Реформаторского Движения Уже наших Дней Вот Он Как раз И говорил Что Иисус Христос Говорит Это Не Очередная Религия Христианство Это не Очередная Религия Нет Иисус Христос Это Конец Всякой Религии Вообще Это Финал Всякой Религии Поэтому Да Слава Богу И Александр Мень Он Не был Реформатором В таком Широком Смысле Слова Но Он Как Претеча Реформации Да Слава Богу Спасибо Пишет Янода А в Ставрополе Есть Подобная Церкви Я не знаю К сожалению Не знаком Я со Ставропольем Не Я проповедовал Не раз Там Бывал Ну Давно Честно говоря В Кавминводах Это же Ставропольский Край Вот Там Пару раз Бывал Проповедовал А в самом Ставрополе Был Давно Последний раз Еще В году Так В 84 Или 85 Году Еще Пацанами Туда ездили Работали Молодыми Людьми Со Строотрядом И прочее Там В Изобильном И В Ставрополе Вот Поэтому Я пока Не знаю Никого Но наверняка Есть Наверняка Есть Какие-то Православные Священники Прогрессивные Ставрополь Огромные Край Огромный По Северному Кавказу Я проповедовал В Дагестане Карачаево Черкесия И Знаете Вот Встречал Прогрессивно Таких Довольно Православных Священнослужителей Но Таких Контактов Таких К сожалению Пока У меня И Нет Так Бог Есть Любовь Хорошее Название Вашей Страничке Здравствуйте Как Вы Относитесь К Баптистам Очень Положительно Я Проповедую Часто В баптистских Церквях И У меня Полно Друзей Баптистов И Епископов И Священников Пастырей Пресвитеров Баптистских Церквей И регистрированных И нерегистрированных Крючковцев Очень разных Вот Я общаюсь С разными Баптистами Бываю В разной Церкви Баптистских Вот Последнее Мое служение Вот в январе Было как раз В Рязани В первой Баптистской церкви Там На Будырках Называется У пастора Анатолия Анатольевича Редина Вот Мой старый друг Баптистский Пастор Уже Пресвитер В таком Третьем Или четвертом Поколении Я не помню Но как бы уже Давно уже Его отец И дед точно Были служителями Там Редины По Рязани Знают их В Москве В Московской области Так вот И в Америке В Европе Здесь в Украине В Баптистских церквях Очень разных Я проповедовал В Белоруссии Тоже проповедовал В Баптистских церквях Разных Очень В Минске В самом там То есть Слава Богу За Баптистское братство Значит Хотя я Не разделяю Там всех учений Баптистских Но это же Второстепенные Третьестепенные вещи Я держусь Всегда правила Знаете Вот В главном Единство Во второстепенном Свобода Разнообразие А во всем Любовь Блажен Августин Говорил как раз Очень важное Думаю Слово такое Мы даже его Одно время Использовали Как вот Лозунг такой Или как вот Сказать это Тезис такой Для церкви нашей Ну в общем-то Первоначально Когда началось Возрождение Обновленчества Православного Здесь в Киеве Зачатие Обновленчества Самое начало Православного Реформаторского Такого Обновленческого Движения Было Чуть больше Ста лет тому назад Вот там В Петрограде Значит Колпино На Ижоре На Неве Там на севере На северо-западе Вот Там было Как бы Само начало Самое Рождение Само Произошло В Москве Уже В 1923 году Вот мы готовимся Сейчас к столетию Обновленческого Движения Ну До Юре Хотя фактически Оно Намного раньше Началось Вот А возрождение Своё Обновленчество Началось Получилось Здесь уже На берегах Уже Днепра Уже в Киеве В конце 2000 Начало 2001 Годов Слава Богу Так Артём пишет Я хожу в протестантскую церковь Слава Богу Я попал В центр Реабилитации Курил раньше Всякие наркотики Но Боженька Спас меня Так интересно Вас так ласкательно Тогда Господу Отношение Такое Нет Слава Богу Артём Что Бог Вас так вот спас И я знаю Очень много Людей Которые Действительно Спасены От всякого рода Вот этих Проблем Страшных Просто наркотик Алкоголь Там блуд Всяких проблем Бог спасает Слава Богу Артём пишет Вот Моё Небольшое Свидетельство Да Да Хорошее Свидетельство Артём Слава Богу Пусть Господь Благословит И действительно Церковь Божья Это не просто там Православие Или Баптисты Или какие-то Другие протестанты Или католики Я кстати на фейсбуке Вот Перед тем как Начал трансляцию Сейчас посмотрю Идёт ли она Идёт Да Здесь тоже Вячеслав Аллилуйя Сергей Меленчук Слава Богу Пишет Слава Богу Аллилуйя Вот Значит И здесь на фейсбуке На своей основной странице Значит Фейсбука Там значит Я Перед тем как начал трансляцию Поместил Можете зайти На фейсбук Я сейчас обращаюсь К тем кто сейчас на ютубе смотрит Можете на фейсбуке набрать Архиепископ Сергей Журовлёв Тоже не забывайте там подписаться Лайк Значит И перепост Поощряется наоборот Только Благоставляется Вот Значит И там я очень такую хорошую информацию разместил Блаженнейшего Любомира Гузера Уже покойного уже Царство небесное Был муж Божий Очень хороший Ушёл в вечность Это тот Самый Любомир Гузер Что Значит В Украине Был Руководителем Да Кардиналом Всей греко-католической Церкви В Украине Вот Я имел честь С ним Быть знакомым Пусть немного Но Для меня это была Великая честь И Притом В очень правильное время В нужное время В нужный час Этот нужный человек Он Встретился мне на пути Знаете как в жизни очень важно Встретить вовремя В нужный час Нужного человека Это такая редкость Это такое благословение Я вам скажу Вот И в Украину Я приехал Первый раз Как раз В Украину В 97-м году Это было То есть До 97-го года Я не знал Вообще Об Украине Ничего Абсолютно Это для меня Это было Терра инкогнито И Ничего Я никого не знал Вот Но Мне порекомендовались Минска Сергий Ушгаек Апостольский визитатор Греко-католический С кем я познакомился Как раз там В Минске В 97-м году И он порекомендовал Мне Ехать Во Львов В Украину И дал рекомендации К Любомиру Гузеру Владыке И я приехал Тогда Молодой священник Православный Диссидент Я уже Уже год Как тогда Уже вышел Даже чуть больше года Вышел из Русской Православной Церкви Московского Патриархата Такой раскольник Такой диссидент Реформатор Мало еще друзей Кого имею И нашлись Друзья католики Слава Богу Католики-харизматики И католики Такие очень интересные люди Среди них Тоже много Очень христиан Слава Богу Христиана нахожу И у баптистов И у католиков И у православных И у писятников У харизматов У адвентистов У методистов Лютеран Кальвинистов У разных Конфессий Динаминаций Я нахожу Очень много Хороших христиан Именно То есть Христовых людей Любящих Господа Иисуса Христа Чистого сердца Возрожденных От нетленного семени Слова Божьего Аллилуйя Это очень радует Вот И Любомир Гузер Тогда он был помощником Кардинала В 97-м году Он не был еще Кардиналом Был помощником Кардинала Вот Ну вторым лицом Как бы да В Украине В греко-католической церкви И он меня Очень ласково принял Радушно Гостеприимно И две недели Я имел честь Быть Возле него Общаться с ним Тогда В 97-м году Во Львове Две недели Я был возле него Жил у него И Я очень благодарен Богу Что в Украину Он мне открыл Путь Дорогу Знаете ли Очень важно С правильным человеком Познакомиться Чтобы увидеть Какую-то нацию Какой-то народ И я полюбил Украину Глазами Любомира Гузера Его сердцем Его устами Его Его мировоззрением Его Такой широстью Как в Украине говорят Я удивил Очень был удивлен Он для себя открыл Новую землю Новый народ И влюбился в Украину Как раз во многом Благодаря Как раз Любомиру Гузеру Вот И Любомиру Гузеру Я чту память Этого праведника И знаете ли Он не так давно Ушел в вечность Но На фейсбуке Я выставил Одну цитату Очень дорогую мне Цитату Из его Как раз Выступлений И работ Где он Как раз говорит О христианстве Говорит что Не важно Мы православные Я так вольно Передам Сейчас с украинской Мовой Проект Такой сделаю Что Православные Католики Протестанторы Много разных ветвей Но самое главное Быть христианином Христианином И именно Христос нас объединяет Конфессии нас Разъединяют Разные Это святыня Для меня Для меня Самое Основание Потому что Никто не может Написано Положить другого Основания Кроме положенного Которое есть Иисус Христос Ибо Един Бог И един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус Предавший себя Для искупления Всех Да и вообще По большому счету Глава церкви Кто? Иисус Христос Все Выше головы Не прыгнешь Да Артем Пишет еще Здесь дальше Как я понимаю Иисус В древности Молился Отцу Без икон Всяких И без Заученных Молитв Если правильно Понимаю Евангелие Ну Я тоже так понимаю Евангелие Прекрасно Что он молился Непосредственно Отцу Небесному Вот в общем Так раз И реформация В чем заключается Многие конечно Притыкаются порой Меня там Мои братья Порой Еретиком считают Раскольником Что мол Почему ты не морешься Святым К Богородице К другим умершим Святым Я говорю Ой В украинском слове Есть слово такое Обрыдло Знаете Вот это вот Не просто достало Остачертело Вот как бы Это не знаю Уже все Уже все Больше не могу Обрыдло Вот говорю Для меня Вот В девяносто шестом Году Было такое переживание Просто обрыдло Просто Достало Все Я не хочу больше Никому молиться Все Достало Только лишь Богу Только лишь Бог Только лишь Господь Все Никаким Ни матери Иисуса Христа При всем уважении К ее светлой памяти Ни другим апостолам Мученикам Преподобным Святым Не ангелам При всем уважении К их великой работе И служению Как служебным ангелам Никому Все Молюсь только Отцу Небесному Во имя Иисуса Христа В духе Божьем Молюсь так И я это делаю Вот до сего вечера С того самого Девяносто шестого года Когда я Будучи еще совсем Молодым священником Русской Православной Церкви По идейным соображениям Вышел из этой Структуры Именно по идейным соображениям Потому что Я уже больше не мог Уже Знаете ли Жить В таком конфликте Духовном Душевном конфликте Потому что Я разочаровался Вот И в многобожии И в идолопоклонстве В религиозном оккультизме В общении с бесами Я разочарован был Абсолютно в этом всем Я понял Что мое общение С Духом Святым И в Духе Святом Мое общение с Богом Значит Не со святыми умершими Мой посредник один Иисус Христос Все Больше никаких посредников Не надо мне Все И вот я сам В 96-го года Молюсь только лишь Таким образом Да Кстати Любомиру Куда я потом рассказывал Конечно ему это было уже Тогда не молодому человеку Было очень сложно Слушать все это Он так вот качал головой Так значит Да Борду расчесывал Свою большую И вот все Как бы Конечно переживал дедушка Но Я уже рассказал ему Что пережил я И прочее Свидетельство свое Будем так вот рассказывал Да Так Так Бог есть любовь Пишет Да Спасибо Божьих вам благословений Скажите пожалуйста А вы планируете Приехать в Минск Конечно Давно уж молюсь о поездке Все не получается Я же еще вот Когда В январе планировал Приехать вот В этом вот В декабре В январе планировал Все То одно то другое Не получалось Значит Но Я молюсь Возможно Вот В ближайшее время Получится у меня все таки Вырваться Тем более что В Гомель хочу К отцу Сергия нашему Да вот Николаенко Уже соскучился По нему уже Вот Увидеть братьев хочу Хочу Андрея увидеть В Минске Братьев увидеть тоже И с Минска Вот Андрей то приезжал сюда Вот Когда осенью То приезжал он сюда Мы даже программа делали Такие совместные Здесь вот Но Сюда то хорошо Но я хочу тоже У них побывать там В Минске Очень люблю Белоруссию Люблю белорусский народ Люблю Молиться за Белоруссию И Знаете ли Что Я верю В большую реформацию В белорусском народе Потому что Золотой век Белоруссии Был как раз Именно вот В времена Вот Великой реформации И Миколай Родзивилл Черный Да Мы вспомним его Этого реформатора Удивительного Ну конечно Францисса Скорину Это само собой Слава Богу Пусть Бог благословит вас Всем святым В Минске Радоваться Ника пишет Слава Богу Аминь Артем Пишет еще раз А как Вы посоветуете Стоит Прислушиваться К Алексею Осипову Стоит ли Слушать его лекции Не ну Это ж Ваш выбор Я его уже не слушаю Давно уже Раньше Слушал Я его уж не помню Когда я первый раз его слушал Еще тогда В конце 80-х Начало 90-х Еще Потом После 96-го года Я его фактически Не слушаю Он говорит Многие интересные вещи Но Понимаете ли Он так и не стал Реформатором Я надеялся Хотя Не поздно Ничего сделать Изменить Я думаю Что Бог может Развернуть его Энергию Как говорится Мирное русло Но пока К сожалению Он оправдывает Многие вещи Которые Ну не место В православии И вообще в христианстве Просто-напросто Как будто Как то Насчет Почитания мощей Допустим Человеческих останков Иконы И прочие ереси Он так же Многобожие оправдывает Ну Вольно или невольно Он становится Неким таким адвокатом Дьявола К сожалению Оксана Гриб пишет Аминь А зачем нам Посредники Если у нас есть Иисус Аминь Один посредник Иисус Христос Все Достаточно Я благодарю Бога Что по утрам Сегодня я просыпаюсь Эти годы Всегда я просыпаюсь Я не ломаю голову Сейчас кому я буду молиться Какому святому я буду молиться Все Это мышление многобожника Оно уже в прошлом Для меня Я благодарю Бога за это И молюсь теперь За то чтобы Миллионы людей Обманутых Многовековой такой Религиозной Ложной пропагандой Чтобы были освобождены От этих пут Дьявольских Слава Господу Так Ника пишет Я думаю что Думаю нельзя Употреблять В своем разговоре Сейчас вы сказали О Остачертело Ну не знаю В принципе Когда Остачертело То я говорю Остачертело Когда Значит Я не знаю Я имею ввиду В хорошем смысле Слово Что значит Ну надоело Все Извините За замечание Не Просто некоторые Люди боятся Слово Черт Произносить Или Сатана Или Дьявол Но это все Не знаю В суе Имя Божье Не надо употреблять А Имя врага Ну вообще Конечно лучше Его даже Вообще Не упоминать Конечно Но Значит Бояться Не следует Потому что Как вот В Божьем Царстве Через веру Все действует Да Значит И происходит Так В дьявольском Вражеском лагере Через страх Через страх И все Поэтому если Значит Человек боится Черт Опоминать Именно из-за страха Перед ним То это Неправильно Это Недостойно Христианина Вот Так Иван Левков Пишет Дорогой Сергей Не называйте Верующих Баптистов С МСЦ ЕХБ Крючков Не Ну это Просто Такой Я говорю Такое Наименование Что было Понятно Потому что Крючков Был Один из Как раз Уважаемых Людей Служителей Который Вот именно Был Первопроходцем Это братство Сам Геннадий Константинович Крючков Не хотел Чтобы так Называли Безусловно Верю Конечно И мне это Говорили Уже Кстати Уже Я же Бывал Кстати Даже в Туле В том Доме Молитвеном В той церкви Где как раз Вот там Собственно Где и зарождалось Вот это движение Это собственно Если обидел Да нет брат Не обидел Да просто Я говорю Для удобства Поднимания Я называю Крючковцами Не потому что Они так называются И не потому что Это официальное название Ни в коем разе Вообще Это баптистское братство Хотя в принципе И баптистами называть Тоже это не очень хорошо Само слово Ну как бы Или православными Если копаться Там поглубже То Любое название Наше Наименование Оно Неправильно По сути Будь то Православный Или баптист Или писятник Адвентист Прочий Мормон Яговист Крючков Можем называться Разными именами Или же Друг другу называть Разными именами Вот А я же Христов Скажу так Есть Павел Павлов Аполосцев Кифин Все Тогда уже были При первых апостолах Были такие Разговоры гнилые В христианстве К сожалению Вот А Павел пишет А я же Христов Ну там В другом переводе В сандальном Там непонятно Немного О чем идет речь Вообще Там вроде бы Как бы В сандальном переводе Можно понять Что якобы Павел Цитирует Еще как бы Есть Христовы Такие как бы Еретики Какие-то Но это неправда Это мнение Самого там Павла Выражено было Так Иван пишет Левко Крючков Говорил Что он Бы Не хотел На флаге Церкви Христовой Были человеческие Имена И его тоже Молодец Правильно Конечно Геннадий Константинович Мыслил это правильно Мы свободны Иисусе Христе Аминь В Иисусе Христе Свободны Аминь Аминь Артем пишет Да Спасибо Сергей большое За общение Я спать Да Благоставляю На сон грядущий Пусть во сне Бог открывает Тоже мудрость свою И в сновидение Бог тоже Вразумляет нас Завтра Служение Пораньше Прийти нужно Дай Бог На трансляциях Встречаться И приятно В Боге общаться Ника пишет Извините Я не просто Про страх А может Некрасиво А ну Ну да В принципе да Может некрасиво Правда Да дорогие друзья Я тоже буду Завершать уже Сейчас Будем молиться Сейчас с хлебопреломлением Причастия Совершать Вот Потому что Тоже Сейчас уже Пора уже И честь знать Пора уже И почивать Вот Завтра утром В 6 утра Трансляция И после трансляции Сразу еду я На Кловскую Вот В 9 утра У нас служение Начало там С 9 до 12 Кто в Киеве Приезжайте На Кловскую Улица 1 Майского 6 Слава Богу Так Еще же У нас трансляция Идет и на Фейсбуке Шалом Зимнего Израиля Владимир Ясногор пишет Аллилуйя Всем в Израиле Тоже Радоваться Святым Аллилуйя Слава Господу Ну что друзья Ника Благослови вас Бог И вас тоже Пусть Бог благословит Благодарим Бога за все Аминь Восхваляем Господа Аллилуйя Благодарю Тебя Отец Благодарю Тебя Иисус Благодарю О Дух Святой За все Я благодарю За все Я благодарю За Голгофу За кровь Я Тебя Благодарю За воскресенье Твое За победу Твою За жизнь Вечную Бесконечную Жизнь Вечную Бесконечную Благодарю 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 Тебя Благодарю 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 тебя, Иисус Христос Спаситель мой, Господь мой, брат мой, Царь мой Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной За все я благодарю, я Тебя, мой Бог, люблю Аллилуйя, слава Тебе, Господь, благодарю Тебя за великое таинство сие Благодарю Тебя, Господь, Аллилуйя, Аллилуйя Налейте себе, братья и сестры, немного соку Если нет просто воды, даже налейте И совершим причастие Евхаристию, хлебоприловление У меня здесь шабатния хала, плетенка, просто обычный хлеб И плод виноградной лозы Причастие – это воспоминание жертвы Голгофской, Иисуса Христа Ломимого тела, пролитой крови Во искупление грехов наших Во очищение наше Ради нашего спасения Он зашел на Голгофу Ради нашей жизни Умер И воскрес для нашего Воскресения Возрождения духовного Для новой жизни Для нашего оправдания Пред Богом Благословен Господь, Бог наш Царь всей вселенной Давший нам хлеб Из земли Аминь Благословен Бог наш Царь всей вселенной Давший нам плод виноградной лозы Аминь Благодарю Тебя, Господь, за тело Твое И за кровь Твою Благодарю Тебя, Господь, за жизнь вечную Бесконечную Счастливую-пресчастливую За дар Твой свыше Спасибо Тебе, Господь Спасибо, Господь, за все Иисус, спасибо За все Спасибо 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 Благодарю, что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Спасибо Господь, спасибо Иисус Христос Спасибо Спасибо Тебе, Господь Благодарю Тебя, Боже Всебогущий Тело Христово приймите, братья и сестры Источника бессмертного вкусите Аллилуйя Аллилуйя Аминь 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 За жизнь, Лехаем За жизнь мира Ты отдал свою жизнь, Господь Слава Тебе Аллилуйя Аминь Благодарю Тебя Господь Благодарю Тебя за тело и кровь Твою Подлинно пищи и подлинно питье Жизнь вечная Спасибо Тебе, Господь Кровью Твоей святой Я спасен навеки Я исцелен Благоставлен всеми благоставениями небес Через жертву спасительную Через кровь святую Агнца Божьего Спасибо Тебе, Господь Спасибо, драгоценный мой Спасибо, возлюбленный Благодарю Тебя, Господь Благодарю Тебя Благоставляю вас Дорогие друзья Братья, сестры Благоставляю всех Кто сейчас в трансляции Подключен Благоставляю свою семью Сейчас Свою супругу Детишек наших Внуков Благоставляю Во имя Иисуса Христа Пока я здесь в Киеве Родилась наша внучка Был внук Теперь внучка Теперь я уже дважды дедушка И очень радостно Очень приятно Благоставлять Даже если на расстоянии Казалось бы Да Но для Бога нет препятствий Нет преград абсолютно Вот В то же раннее утро Когда Я получил Известие о рождении Девочки Внучки То Адар Гадаса То Я молился И Такое было очень приятное Как для дедушки Для меня было очень приятное Такое Переживание Вот Я чувствовал прям младенца Чувствовал дыхание ее Чувствовал Что я прям рядом с ребеночком Знаете Это так приятно вообще Это так удивительно Это такой вкусный запах Да Младенчик Вот И я прям почувствовал Это реально Настолько Даже вот Физически Что Я так утешился А перед тем Я еще думал Надо же Вот жалко Я так на расстоянии Что Вот как бы сейчас Я Они в России Я здесь сейчас в Украине В Киеве И Приехал к себе в церковь Всегда в Киев Вот Но Так сразу Ты не уедешь Думаю Ну Хотя Была мысль такая Может поехать все-таки Вот съезжу Вот Благоставлю внучку А здесь Когда молился Благоставлял И чувствовал ее прям рядышком Бог так утешил меня Даже не надо ездить никуда Для Божьего слова Нет уст Нет препятствий Нет границ Боже Спасибо тебе Вот И благоставляю всех вас Братья и сестры Детей ваших Внуков ваших У кого внуки Родители У кого живы родители Одним словом Весь ваш род Весь ваш дом Благоставляю Также Во имя Иисуса Христа Да Сегодня кстати 23 февраля И сегодня День кстати Он Хотя шаббат Суббота День Господний Но Немного С нотками грусти И со слезами На глазах Немного Потому что 23 февраля Обычно у нас в календаре Как день печали И Скорби Молитва за чеченский народ Ингушский За войнахов Молимся Потому что Именно 23 февраля В 44 году Была депортация Чеченского народа Ингушского народов Вот Значит И Это было Страшное Преступление Вот Значит Против человечности И Я бываю на Кавказе Проповедую Разным народам И чеченцам И ингушам Очень разным Людям я проповедую Мусульманам Чаще всего И вот И знаете Что скажу В разных народах Есть разные люди Конечно Но я верю В огромный потенциал Чеченского И ингушского народов И вообще Кавказцев Которые Бог хочет Высвободить В своем царстве Огромном Своем царстве Во всей вселенной Слава Богу Вот Планирую Сейчас молюсь О поездке на Кавказ В Грузию В частности У нас там Служение в Грузии В Руставе В Цараване Снова хочу посетить Эти города Тбилиси Конечно Снова хочу посетить Вот Братьев Утешить Утешиться Нашей общей верой Помолиться Прославить Бога В том числе И у баптистов Хочу тоже побывать Снова у епископа Росудан Глотсеридзе И у других братьев Сестер Благословен 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 Господь Бог наш Царь всей вселенной Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе Мир Во имя Иисуса Христа Аминь Благословляю Израиль Благословляю Иерусалим Иерусалим Столицу Возрожденную Возрожденного Еврейского государства Благословляю Прямо сейчас Тоже Духовное пробуждение В Израиль Ко всем евреям И в земле обетованной И в рассеянии Находящихся Благословляю Сейчас Поздравляю Паки-паки Израиль Сегодня утром Рано утром Был запущен Спутник Туда Корабль На луну Так что Этот шаббат Он был Еще Будем так говорить Для Израиля Таким первым Лунным шаббатом Слава Богу Пусть Господь Благословит сегодня И благословляем Молимся сейчас За Израиль За Иерусалим Благослови И Господь К славе Своей Народы Все Пусть прославится Имя Твое Святое Благослови Народы Кавказа Особенно прошу Сегодня Тебя Господь Боже За чеченский Народ За ингушский Народ 75 лет назад Переживший Вот этот Ужас Холокост Переживший Вот этот Геноцид Истребление Массовое Боже Всемогущий И молю Тебя За сердце Кавказа За Грузию Страну Лозы Сокартвелло Благослови Господь Сегодня Во имя Иисуса Христа Пусть Благодать Господа Нашего Иисуса Христа И любовь Бога Отца И общение Святаго Духа Пребывает Со всеми Нами Аминь Аминь Благоставляю Всех вас Бразики Сестрички Дочечки Сыночки Небесного Нашего Папочки Авы Из города Киева С любовью Сергей Журулев Архиеписко Преформаторской Православной Церкви Христа Спасителя Мир Всем вам И благодать Да умножатся Аллилуйя Аллилуйя Да Да Здесь поздравляю Пишет Наталья Алексия Слава Царю Царей Драгоценному Иисусу Христу Аминь Шалом Мир Всем Благоставения Господних Да Слава Богу Получилось Трансляции Параллельно И на Фейсбук Удивительно Все Слава Богу Вроде как И не зависало Даже Даже пришло Много сообщений Интересных Но потом Почитаю И На некоторые Вопросы Я не просто отвечаю А делаю Как бы Использую В дальнейших Этих Трансляциях Даже эти темы Вот Бывает Что даже Пишу Вопросы Ответы Называется Так вот У меня есть Или же Дорожные беседы Ну Рожденные Как раз Этих Включений Аллилуйя Слава Богу Так Где мой Ютуб Вот он Да Все Благословляю Всех вас Аллилуйя 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 Аллилуйя